Всем привет! В этом видео я буду делать, пожалуй, самые сверкающие слайдеры для ногтей. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! Лучшие друзья девушек-бриллианты! И именно под таким названием компания Орли совместно с Бронинским ювелиром проводит конкурс, в котором я решила принять участие. Конкурсные работы принимаются до 24 января 2018 года. Для желающих принять участие, внизу под видео оставлю ссылку, где можно более подробно ознакомиться с условиями конкурса. Честно признаюсь, решиться на участие в данном конкурсе для меня было непросто. Я не очень люблю клеить стразы на обычный лак, так как держатся они совсем не прочно. Да и выкладывать композицию из страз сразу на ноготках очень неудобно, особенно левой рукой. Подумав, как можно максимально упростить себе задачу, я решила сделать слайдеры со стразами. Это конкурсный дизайн, поэтому, как говорится, все, что было, то и налепила. Ну что ж, давайте обо всем по порядку. Я уже нанесла на ноготки базу и один слой цветного лака от Орли. Каждому слою даю хорошо просохнуть и наношу второй слой красного лака. После того, как просох второй слой лака, покрываю ноготки топом, дабы максимально выровнять поверхность ноготка. Теперь мне нужно подготовить три основы для трех слайдеров. Возьму для этого силиконовый коврик и обычный топ с эффектом геля. Слайдер получится плотным, как раз такой и нужен. Более тонкий слайдер не удержит на себе множество страз. Поэтому в данном случае делать основу из обычного лака не рекомендуем. И в данном дизайне без стемпинга не обошлось. Но согласитесь, обклеить стразами готовый рисунок намного проще. На двух пластинах для стемпинга я выбрала две замечательные короны. Решила сделать композиции страз в виде ювелирных украшений. Мне всегда нравились кольца с коронами на пальчиках, поэтому решила сделать такие колечки на ноготках. На третьем слайдере решила сделать часы. Более подходящей пластины с часами у меня не нашлось. На этой пластине у часов странный циферблат и нет стрелок. Исправить циферблат даже не буду пытаться, а вот стрелочки дорисовать несложно. После того, как стрелочки высохнут, закрашу циферблат молочным перламутровым лаком. Именно этот цвет, по моему мнению, наиболее точно подошел к раскрашиванию данной детали. Более подробно о создании слайдеров рассказываю в одном из своих видео. Все о реверсивном стемпинге. Если вам интересно, посмотрите его на моем канале. Ну а я тем временем переворачиваю слайдеры на лицевую сторону. Крепить стразы я буду при помощи специального геля, который полимеризуется в лампах для маникюра. На моем канале есть видео, как я увеличиваю стойкость маникюра обычным лаком в два раза. В том видео моими помощниками были топ гель и гибридная маникюрная лампа. Девочки, кто пользуется обычным лаком, вот вам еще одна причина, по которой стоит купить маникюрную лампу. Пускай даже самую недорогую. Думаю, многие сталкивались с такой проблемой. Прикрепив стразы при помощи клея для нейл-арта, стразы отпадают уже на следующий день. А с подобными гелями стразы на ноготках держатся так, что потом их сложно снять. Набрав на кисточку немного геля, я прошлась по тем местам слайдера, где хочу прикрепить стразы. С этого момента начинается самая что ни на есть ювелирная работа. Даже лупу пришлось взять. Размещаю стразы на рисунке. Не тороплюсь, ведь гель в отличие от клея быстро не сохнет. И только тогда, когда стразы будут расставлены так, как нужно, при помощи лампы полимеризую гель. Гель застынет и стразы будут хорошо держаться. Ну а пока я расставляю стразы и бульонки, расскажу вам немного о бриллиантах. В переводе с греческого алмаз означает «несокрушимый», а формируется этот минерал глубоко вулканических породах. Черный алмаз Серхио возглавляет мировой рейтинг самых больших алмазов. Его нашли в бразильском штате Баия в 1895 году. Это алмаз, который уже на протяжении столетий остается без огранки в своем первоначальном виде. В 1905 году в английском трансвале, расположенном на юге Африки, был найден бесцветный алмаз Кулинан. Своё название драгоценный камень получил по имени владельца рудника Томаса Кулиана. В процессе обработки камень пришлось расколоть на две части. Из самой крупной части был получен бесцветный бриллиант в форме груши, который назвали Кулиан-1 или Звезда Африки. Сегодня им декорирована верхушка королевского скипетра Великобритании. Другой фрагмент алмаза, малая звезда Африки, был огранен в форме изумруда. Этот алмаз занял своё место в королевской сокровищнице. На сегодняшний день Кулиан является крупнейшим обработанным алмазом во всём мире. В том же 1985 году в алмазных копиях Южной Африки, которые принадлежали знаменитой компании De Beers, нашли чудесный алмаз жёлто-коричневого цвета. Алмаз весом 755 карат никак не мог претендовать на звание самого большого алмаза в мире. Но после огранки, которая длилась немного и немало два года, он стал самым большим в мире бриллиантом. Бриллиант напоминает огненную розу и весит почти 546 карат. Этот бриллиант преподнесли на полувековой юбилей королю Таиланда, что дало бриллианту название «Золотой юбилей». На сегодняшний день драгоценный камень находится в королевском дворце Бангкока. Не так давно, в 2015 году, на одном из рудников на границе двух южноавтриканских пустынь обнаружили ботсванский алмаз, сопоставимый по размерам с теннисный мячик. На сегодняшний день это самый большой по величине найденный алмаз за последние 100 лет. Минерал ещё ждёт своего ювелира, и кто знает, может после огранки он станет самым большим бриллиантом в мире. Добыча алмазов – сложный и трудоёмкий процесс, но иногда они выходят на поверхность земли с большой глубины. После обработки ценнейшие в мире драгоценные камни становятся украшением самых великолепных ювелирных изделий, в том числе и корон монархов. Ну а я тем временем просушила хорошенько слайдеры, и теперь мне нужно подрезать лишнюю плёночку. В центр часиков решила добавить маленькую стразу в виде звёздочки. Вот такие три слайдера у меня в итоге получились. Ну что ж, пора оформлять ноготки. При помощи стемпинга сделаю колечки на ноготках. Можно, конечно, и кисточкой нарисовать, но мне так проще, так как рисовать я практически не умею. Несколько украшений сделаю при помощи наклеек, а то лежат без дела, а к этому дизайну они вроде хорошо подошли. Подвеску украшу стразами и бульонками, также при помощи геля, но только уже на ноготках. В данном случае композиция небольшая, поэтому сделать её сразу на ноготках не сложно. Тут тоже ничего сложного. Точно так же прохожусь кисточкой с гелем по тем местам, где хочу прикрепить стразы или бульонки. Ну а когда композиция будет выложена, высушу гель в лампе. Многие алмазы таят в себе мистическую тайну, неразгаданную загадку. Из-за этих камней гибли люди, разрушались целые государства, совершались предательства. Поэтому многие известные всему миру драгоценные камни переходили из рук руки, оставляя заметный след в жизни их владельцев. Заменитая актриса Элизабет Тейлор после развода со своим мужем Ричардом Бартоном продала подаренный им бриллиант за 5 миллионов долларов. На вырученные деньги была построена больница в Южной Африке. Считается, что это первый случай, когда бриллиант принёс что-то, кроме несчастий. Тем не менее, для нас, девушек, получать ювелирные украшения с бриллиантами в подарок всегда приятно. Ну а мне остаётся разместить слайдеры на ноготках. Покрываю ноготки топом и, не дожидаясь, пока топ высохнет, приклеиваю слайдеры. Слайдеры получились плотные, но при этом эластичные, поэтому они без труда приняли форму ноготков. Затем я ещё раз прошлась кисточкой с гелем по тем местам, где были прикреплены стразы и бульонки. И ещё раз просушила хорошо дизайн в лампе. Ну а напоследок перекрыла дизайн двумя обильными слоями топа. Сушила я этот пирог 25 минут. И вот, что в итоге у меня получилось. Если вам понравился данный дизайн или я была для вас хоть чем-то полезна, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!